Добрый день! В эфире летний вариант программы «Без обид» и сегодня мы в гостях у экс-редактора российской газеты «Коммерсант» Андрея Васильева. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что приютили нас в своем доме. А перед тем, как начнем общение, давайте познакомимся поближе и познакомимся с вами наших телезрителей. Мы подготовили на вас досье, и вы сейчас... Без обид будете? Без обид. Андрей Васильев. Журналист, бывший главный редактор газеты «Коммерсант» Россия. Родился 20 июля 1957 года в Москве. Учился в Московском государственном институте химического мышенастроения, который не закончил по причине плохого поведения. Работал в изданиях «Московский комсомолец» собеседник «Московские новости». Один из основателей российской газеты «Коммерсант». В 1992 году учредил службу 907, первый, по его словам, в Москве секс по телефону со слоганом «Вера, надежда и особенно любовь». С 1993 по 1995 годы возглавлял рекламное агентство Юрий Гагарин. Был заместителем генерального продюсера телеканала ОРТ, затем шеф-редактором программы «Время». С 1999 года в издательском доме «Коммерсант», главный редактор газеты. С 2001 года генеральный директор, шеф-редактор объединенной редакции «Коммерсант-издательский дом». Затем работал главным редактором газеты «Коммерсант Украина». В 2010 году решением попечительского совета премии «Медиа-менеджер России-2010» признан медиа-менеджером десятилетия. С 2010 года член совета директоров издательского дома «Коммерсант», советник-владельца издательского дома Алишера Усманова был одним из создателей проекта «Гражданин поэт», где актер Михаил Ефремов читал стихи Дмитрия Быкова. Вы в Юрмале проводите примерно два месяца в году, я так почувствую? Нет, больше. Я думаю, в общем, если за год, то, наверное, четыре года. Я прочитал на Снобе, где вы описывали себя, вы сказали, у вас есть две любимые страны, это Италия и Латвия. Я правильно скажу? Начал город Лондон, я очень люблю. Я не могу сказать Лангрию, потому что я ее плохо знаю, естественно. А Лондон очень хорошо знаю, и это мы прямо на эти в такой сети. Тем не менее, в одном из интервью вы заявили о том, что собираетесь получить гражданство Израиля и собираетесь уехать в Израиль. Это в интернете тема активно. Да, ну, правильно, я в октябре поеду уже получать паспорт. Ну, ну да. А почему решили поехать? Ну, во-первых, у меня все-таки корни, да. Ну и потом, как я уже там и вам в том числе в интервью говорил, что если ты перестаешь считать страну родиной, да, нужно попытаться хотя бы. Можно же так и умереть, не имея родины, в общем. А можно потерять родину? Ведь родина – это мне тогда родились. Это ментальное понятие, очень. Понимаете, конечно, когда я был, да, маленький, там, школьник, я, конечно, считал, что это родина моя, там. С чего начинается родина? С чего начинается родина, все дела, да. А потом, когда он начал анализировать, ну, постепенно, конечно, это очень долго, и я просто понял, что меня, в общем, мало чего связывает. А перелом произошел когда? Ну, он долго проходил. То есть такой постепенный? Конечно. И, ну, надо попробовать. Ну, я один раз в какой-то передаче участвовал, там, Стас Кучер ее ввел, правда, был только пилот. Там как раз была тема «Патриотизм как национальная идея». Ну, Стас где-то нарыл денег, вот, и говорит, приходи ко мне, как, ну, с Поксманом. Ну, там как-то вот, ну, один за, другой против. И какой-то там формат, какие-то там судьи, там, свидетели, там. Такое ток-шоу классическое. Ток-шоу, да. Ну, два главных героя. Был я, значит, и была, это, Марго Симонян. Был Город Симонян. Говорясь, потому что я рассказывал про патриотизм, все, что я думал. Вот. И, ну, я там, как рассказал про то, что, говорит, а что вы считаете своей родиной? Ну, вот, пока ничего. Это очень печально, да, и можно так и умереть без родины. Ну, в принципе, почему не попробовать найти Израиль? Тем более, что, там, ну, как бы, предки, там, ну, действительно, я же по-честному, по матери евреи. Вы говорили о том, что 80-е и 90-е это было ваше время. Да, конечно. Ваше время в России. Да. А что было в том времени? А я расскажу вам. Я же, в общем, профессионал, ну, как бы, журналист-журналист, что называется. Вообще, по большому счету, я ничего другого делать не умею. И, если вы помните, там, все говорили, что, собственно, вся перестройка, она только для журналистов получилась. Вы даже кошку свою гласностью назвали. Гласностью назвал кошку, да. По сожалению, собаки ее съели. Ну, собаки, наверное, патриоты. То есть, гласность закончилась. Вот. И, действительно, журналистам стало гораздо лучше работать, жить, там, получили какую-то значимость. Потому что я вот при советской власти, самая моя большая была победа журналистская, удалось уволить директора небольшого гастронома. Вот. Вот. И я очень гордился, кстати. Это была большая, большая победа. То есть, вы победили систему. И вот так вот журналисты. Ну, вот как. Тут получилась, действительно, значимость какой-то профессии. Ее даже можно было уважать. И для меня это, конечно, было в мое время. Потом, опять же, образовался коммерсант. Это вообще была такая сенсация, такая, в журналистском мире. Я там один из отцов-основателей. Больше того, и деньги приличные стал заводить. Но вы ведь учились на технаря. Для меня это было, в общем, действительно, время, ну, как творческого расцвета, скажем так, да, и социального расцвета. Вы учились на технаря. Учился, да, да, химическом машиностроении. То есть, это ошибка была, то есть, поступить туда или все-таки дезинфицировать? Нет, нет, дело в том, что я, конечно, все было понятно, что мне надо было куда-то идти в гуманитарный какой-то ВУЗ. Но, и у меня, главное, даже был аттестат очень неплохой совсем. И не говоря там, что язык, конечно, литература там. Все это было у меня там пятерки, там русский язык, ну, и, соответственно, немецкий. Вот. И просто мне такой в школе дали характеристику, что меня, ну, как потом ее разыскивали, эту характеристику, когда мне надо было, ну, получать разрешение на работу на Украине. И там определенный набор документов. Вот. И нашли мою характеристику где-то. Что там было? Наши юристы, да. И на мой юрист говорит, да, Андрей Викторич, я удивляюсь, как вас в армию-то взялись. Такая характеристика. И если в технических вузах эти характеристики просто, они нужны были, как бумажка, и там никто не читал, клали куда-то в папку. А там читали. И, кажется, там было понятно, что с такой характеристикой никогда не возьмут ни в какой. Ни в МГУ там, никуда. Но, тем не менее, вас взяли в кино. А это там было всем пофигу, да. Вот. Тем более, когда меня первый раз выгнали в институт. Когда меня все взяли в кино. Вы сказали о том, в одном из интервью, о том, что вместо армии можно и в кино. Ну, это временно, да. Нет, потом я восстановился в институт, потом меня второй раз выгнали. Я понял, что уже мучиться не надо, надо уже сходить и все. Вот. И я, собственно, пошел, чтобы не ходить в армию. Вот и все. Потому что я понимал, что я в институт поступлю. Ну, в технический воз, это было нетрудно сделать. Вот. И вот пошел по этому. Ну, потом меня стало стойко тошнить. И один раз даже пошел сдаваться в психбольницу. Ну, маленький был, дурак. Не взяли. И слава богу, там был молодой чувак какой-то, врач, который говорит, ты вообще идиот. Ты что, думаешь, тебя тут лечить будут? Тебя здесь испортят просто на всю жизнь биографию. То есть у вас... И он порвал, он говорит, что ты просто записался к врачу, и мы открыли вот дело твое. Уже все, это почти не по праве мне есть. И он порвал это дело, и я дал мне пинком под зад, и я ушел. У меня была такая депрессия от этого института, от этих хвостов безумных, постоянных. Там было тяжело. Ну, и поскольку мне было там 19 лет, то, конечно, там психика слабенькая. Пошел сдаваться в психушку. И наивно полагаешь, мне там помогут. Ну, пожалуйста, один из звоночков, когда чувак из психушки мне объясняет, что старик тебя никто лечить не будет, в этих заведениях не лечит. В этих заведениях просто коверкают жизнь. Поэтому повернись, дал пинком под зад и выгнал. Но вы когда-то верили в советскую власть? Конечно. Ну, конечно. А у нас же не было вариантов для анализа. Ну, как читаешь, какой-нибудь там учебник по истории. То есть рассказы о Ленине. Ну, какая-то, да, хрень какая-то там. Конечно, все это было. И, конечно, верил, а почему-то. А вот не было этого болезненного разочарования? Нет, оно было постепенно. Потому что там еще, кстати, очень хороший прослойка. То, что я вот когда работал уже в газете «Московский комсомолец», а потом в «Собеседнике», это было еще до перестройки гласности. До гласности даже. Вот. И мы очень цинично относились к этой фигне. Там была, например, такая тема, что, по крайней мере, мы не работаем на атомную бомбу. То есть, а если ты чем-то напишешь, больше маразм в своей газете, тем нормальные люди почитают и скажут, ну, маразм. То есть еще меньше будут любить советскую власть. Вот так. Вот такая была, например, циничная фигня. Поэтому вот в советской журналистке была дикциничная такая профессия. Единственное, там можно было зарабатывать неплохо, в общем. Достаточно неплохо. Мы так все и работали только за это дело. Все-таки, если говорить о 80-х, о 90-х, о времени, свободы, в том числе, свободы прессы, ведь, в принципе, это могло пройти не потому, что кто-то гайки закручивал, а потому что вот был этот глоток свободы, была потребность свободы, а потом-то просто эйфория закончилась. Или причина в другом, как считаешь? Ну, конечно, эйфория давно закончилась, а коммерсант довольно долго после этого работал. Это был профессионализм. На самом деле, я никогда не настроил людей на то, чтобы за что-нибудь бороться или с чем-нибудь бороться. просто исполнять свой профессиональный долг, то есть давать информацию в том виде, в котором она существует, и как можно более добросовестно ее набирать, строго говоря. Это просто профессия. А почему профессионализм закончился? По-моему, его сейчас уже никому не нужен. То есть общество для меня потребуется? Вот как? Ну, с одной стороны, коммерсант ежедневной газеты, да? И вот он выходит на утро про вчерашние события. И тут надо было, кроме всего прочего, и, конечно, наша главная задача была просто дать полное досье этих событий, как можно более полное. То есть объяснить, что происходит? Ну, вообще объяснить, рассказать, причем наш читателям не надо было сильно объяснять, кстати, у нас читатель, ну, по определению, был достаточно продвинутый человек. Просто дать информацию, и дать информацию, которую там не вытащат в интернете, или потратят много времени вытащить в интернете, а потом еще там в интернете, же неизвестно, правда, не правда, да? А к нам был доверен. Но нужно было найти несколько тем, из которых ты вот сегодня, вчерашняя тема, сегодня ты сделаешь из них шоу, информационное шоу. И люди, многие читали, вот, из каждой заметки не сделаешь, естественно. Но две-три, это был новый прикол. Вот. И потом оказалось, что не надо делать шоу. Хорошо, пишите все, как было вчера. А кто это сказал? То есть это... Мне это никто не говорил, кстати. Или это все-таки снизов шло? Мы этого больше не хотим слышать. Как менялась эта структура? Нет, 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 конечно, снизов это не шло. Опять же, я же не знаю, там есть аудитория комсомольской правды, например, или таких других газет, собеседник там, нет. Вот, а у нас, конечно, аудитория не говорила нам, что... Но это золотые сто тысяч, как назвал. Ну, золотые сто тысяч, да, они им особо были. А, ну, мне ничего и такого никто не говорил. Вот, честно, вот я вот сказал, что я пострадавший от советской власти, так и нет. Чему-то мирились вот с моей концепцией издательского дома Комиссанта. В общем, нет, я не говорю, что там какие-то были разборки, там, куча лопашей, там, ну, это все только в техническом порядке. Ну, так сказать, что мне что-то там запрещали, этого не было, это правда. Вот. А теперь, ну, только доходят какие-то слухи. Но мне тоже, понимаете, какое дело, давайте сразу скажем. Я, честно говоря, комментирую нынешнюю журналистику, особенно журналистику в Коммерсанте, мне очень тяжело и неохота. Почему? Потому что там работают мои друзья, мои коллеги, близкие, там их довольно много осталось, да. И вот они, например, будут сейчас следить. Что я скажу, да? Я же не могу им сказать, например, что вот когда я работал, все было круто, а вы сейчас работаете в каком-то фуфле. Ну, я не могу так сказать, не имею права, основания и так далее. Не говорю о том, что я действительно не изучаю прессу, ну, прессу вообще, конечно, ну, и газетку на Санкт-Петербурге, я не читаю. Ну, просто реально, специально, чтобы вам ничего не комментировать. Я хочу просто понять, какова роль власти Владимира Путина лично, возможно, в том, что прессовет пресс? Да, это я вам скажу очень просто. Или это все просто эволюция? Нет, это очень простая, не волюция, простая двухходовка, что в настоящий момент, ну, любое средство массовой информации принадлежит либо там госструктурам, ну, почти госструктурам, либо каким-то олигархам, правильно? И в любом случае, вот для олигарха вот это средство массовой информации очень второстепенный, скорее всего, третий или четвертостепенный бизнес. А вот бизнес его основной сильно зависит от власти. Ну, я думаю, стопроцентно зависит от власти. И нафиг ему надо ссориться с властью из-за того, что его газета что-то там гавит. То есть лучше перестраховаться. И он говорит, что все. А он, собственно, владелец. Другое дело, чтобы все забыли про законы печати, где ни про каких владельцев ничего не сказано, а закон печати в России не отменен. И там есть вполне серьезные правила, как, что может, что нельзя. В частности, написано, что цензура не допускается. Это, кстати, и в Конституции написано, на самом деле. Давайте об этом поговорим сразу после рекламы. Прервемся ненадолго, но вернемся обязательно. Мы продолжаем. В эфире летний вариант программы «Безовид». Меня зовут Вадим Родионов. И сегодня мы разговариваем с экс-главным редактором газеты «Коммерсант» Андреем Васильевым. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Что касается Михаила Ходорковского. После того, как он вышел из тюрьмы, в медиа-среде заговорили о том, что он, возможно, создастся новое средство массовой информации. Я знаю, что вы встречаетесь и встречались с Михаилом Ходорковским. Честно говоря, что я виделся с ним после его отсчетки. Виделся два раза. Один раз я пришел, приехал в Берлин после его знаменитой Брис-конференции на следующий день. Причем приехал просто обнять человека на один день. То есть я переночил... Вы были его советником работали? Я не совсем советником, но я работал у него, да. Работал у него, и был прямой контакт там и так далее. Я просто должен был сделать что-то как товарищ. Один раз мы с ним встречались. Я ездил к нему в Цюрих. Он меня попросил приехать. Провели там... Часа четыре мы разговаривали так плотно. Я так и не понял, зачем я приехал. Ну как... О чем вы разговаривали? Ну с удовольствием. Ну все. Вспоминали каких-то там друзей, ругали там советскую власть. Очень хорошо, кстати. Очень душевно. Вот. И... Но только о чем, собственно, я не понял. Какие-то мои мысли он даже записывал. А у него есть такая манера. Если он там что-то ему считает важным, он записывает. А он что-то там записывал. Я ему какие-то вещи рассказывал, что мы можем сделать. Ну и все. Но его идея или приписываемая ему идея о создании... Я не слышал, что он хочет сделать. Он там меня когда в Берлине, когда он спросил, какое СМИ поддержать. Вот как ты думаешь? Ну я ему сказал, конечно, поддержи Женю Альбас. Потому что баб... Это Нью Таймс. Потому что баб... Нью Таймс, да. Баб героически борется за то, чтобы выходить, потому что это очень сложно с деньгами. У нее действительно. И она героически на своих горбу находит каких-то финансирований. Это очень трудно сделать в России, естественно. Вот. Вот я ему там сказал. Ну вот сказать, что я сейчас там буду делать средства... А он, кстати, никогда не был фанатом, между прочим, средств массовой информации. Потому что в свое время... Я просто это знаю точно. Когда коммерсант, где-то в 98-м году, когда кризис был, и владелец Володя Яковлевна, очень хотел его куда-то продать. И по рынку продавался коммерсант, и в том числе предлагали ЮКС. И Ходорковский даже не шевельнулся. Например. И это он, я сам рассказывал. То есть он будет быть владельцем средств массовой информации, вот, по-моему, он никогда не хотел. На Ходорковского, когда он сидел в тюрьме, оппозиция, так называемая либеральная оппозиция, хотя это такой весьма условный термин, возлагала определенные надежды, что когда он выйдет, он сможет составить политическую конкуренцию действующему президенту. Если бы оппозиция посидела бы 12 лет в тюрьме, я бы смотрел, что она там возлагала. Но, тем не менее. Я не знаю, я плохо себе представляю. Я плохо себе представляю, кем бы я вышел через 12 лет в тюрьме. Какая нахрен оппозиция? Ну, вот не знаю. Я бы в страшном сне. То, что он еще что-то там идет заниматься, какой-то общественной деятельностью, можно там говорить, что эффективно, неэффективно. Тем более, что я не очень понимаю, чем он занимается. И что такое «Медуза», я тоже не очень понимаю, крайне говоря. Там пару раз посмотрел, какая-то странная история. А, «Медуза», кстати, да. Портал Галины Симченко, который Ходорковский отказался. Отказался, да. Кстати, вот отказался. Не потому, что он испугался, правильно? А вот это «Открытая Россия», извиняюсь, да. Тоже, что это такое? Я просто не понимаю, СМИ, не СМИ, что это значит? Вот. По-моему, он каких-то неправильных людей набрал. А с другой стороны, целеполагание непонятно, чего вот он хочет. Вот. А потом еще, кстати, насчет такой эффективной деятельности. У него же Платон Лебедев заложником остался в России. Они очень близкие. То есть, Ходорковского связаны руки сейчас? Мне кажется, да. Ну, Платон-то сидит в любой момент. Сейчас они дело возобновят, по вновь открывшимся. За гран-паспорт им не дают. Именно поэтому Ходорковский, на ваш взгляд, отказывается от активной критики Кремля, потому что можно прочитать некоторые его высказывания, где он даже выступает с поддержкой или косвенной поддержкой тех заявлений, которые делает Владимир Путин. Вот это как я не смотрел его заявлений. Не знаю, но то, что Платон, конечно, заложник, это к бабке не ходит. Это точно. Ходорковский уважает Путина, как вы считаете? Не думаю. В свое время так говорили, что он называл его человеком в футляре, что даже Марина Юдени в своей книге «Нефти» писала, не знаю, насколько соответствует этот эпизод действительности или нет, но тем не менее, что Ходорковский пытался купить Путина, пытался предложить ему взятку в размере одного миллиарда, ну, в активах и так далее. Нет, там было все в другом. Не могу, к сожалению, сказать. Никого он не собирался. Больше того, то, что Ходорковский, давайте уж так, он первый объявил, если вы помните, это был 2000 год, и он вдруг объявил, что у него там что-то сколько? 6 миллиардов. А это что значит? Он объявил, значит, он заплатил с них налог. А все остальные нефтяные компании, там, Грознефть, там, Игорь Иванович Сечин, там, который уже курировал, говорит, алло, Владимир Иванович, а это что было? А мы кто тогда? То есть, вот одна нефтяная компания платит налоги и объявляет, а остальные, поверьте мне, тогда в коммерсанте работали, просто я это все знал. А у остальных вообще невозможно даже косвенно подсчитать баланс, там, ебеду, прибыль. Вообще ничего. Как они платили налоги, сколько они платили налоги. Вдруг один Ходорковский такой честный выступает. Я как раз говорил ему, что это будет очень большая неприятность. Так вот, он как раз очень был несклонен. Конечно, ему на заре, значит, его поэтической деятельности, конечно, приходилось там какой-то башляк туда-сюда, наверное, именно там. Я просто тогда не знаю, но невозможно было иначе. Может, даже бандитам приходилось платить когда-то. Но то, что это было для него временной мерой, он дико это не любил, это точно. Купить там Путина, вранье полное. Что касается истории с мэром нефти Юганск, она снова получила? Я просто точно знаю, как это его убили. Это... Это... Нету больше? Со слов Ходорковского. Очень просто. И как он? Очень коротко объяснить. Что когда наступил кризис этого самого... 98-го года, Ходорковский, ну, или, скажем так, ЮКОС, да, а нефти Юганск, это же было городно-образующим предприятием, они, да, все учителя, там, детские садики, там, больницы должны были работать. И он сказал, там, собрал Думу, там, у них какая-то Дума была, видимо. Сказал так, ребята, значит, смотрите, я сделаю отдельный фонд, и я буду, чтобы вы не выравляли, буду отдельно, значит, целевым образом, вот детские садики, там, что-то такое. То есть распределение осцеления? Да, да, это не совсем был закон, это правда. Ну, а зато, кто такие депутаты, реально. с одной стороны, ему надо было поддерживать эту структуру, естественно, с другой стороны, неохотно, чтобы ее воровали. Вот. И в частности, а там какое-то строительство, что-то такое. И мэр Петухов, он говорит, не охотно, строительству я перестаю давать деньги на строительство. Ну, а мэр Петухов, конечно, у каких-то бандюганов уже получил откаты, что он за те деньги, которые он получит на строительство от Ходорковского, он отдаст им подряд на строительство. Получил уже откат, тут кризис, значит, на строительство больше денег не дадут. И действительно, сказать, что это первоочередная задача нельзя, потому что я был в Нефтьюганске, там вполне приличные жилищные услуги. То есть это банально? Ему просто говорят, слушай, мэр Петухов, говорит, ну, я денег, правда, не дам, потому что есть учителя, детские садики, больницы и так далее. А он говорит, так меня же убьют, говорит, ну, ну, убегай куда-нибудь, проглай, у тебя денег-то, в общем, нормально, быстро собирайся и убегай. А мэр Петухов решил, что-то так и поворотиться и его измочить. Вот и все, на самом деле. Причем его Михаил Борисович предупреждал, что так и будет. Быстро вали отсюда, там, все же было понятно, как строительство ушло в Тюганске. Что касается... Вот и все, это больше стало. Про это было уже, там, одно уголовное дело, другое уголовное дело. Все их погасили, все понятно. И то, что мы сейчас возбудили, ну, это корм на смех, честное слово. Что касается Владимира Путина, на ваш взгляд, вы, вернее, в одном из интервью, интервью портала Делфи, Кристины Худенко, сказали о том, что если не Путин, то какие-нибудь отморозки. То есть, альтернативы президенту России, которого многие критикуют на Западе, в том числе, и здесь, в Латвии, ему нет сейчас в России, получается. там, понимаете, как никто этого же не знает, кроме Путина, да, потому что он же зачистил всю конструктивную какую-то оппозицию, никого же нет. Есть только отморозки. Это там. А что касается оппозиции, у меня был довольно любопытный разговор с Мариной Юденич, опять же, я ее уже упоминал свою, еще раз. Она сказала, что посмотрите, есть интернет, если бы были лидеры, реальные лидеры, они бы проявились, но мы имеем тех лидеров, которые имеют. Не работает этот принцип? Вроде бы, Марина Юдевич все сказал неправильно, потому что одно дело, вот быть душой с оппозицией, это посмотреть интернет и быть душой. Можно еще там за стаканом пива еще поговорить с друзьями или в Фейсбуке пообщаться. Это одно. Но что такое лидер? Лидер предполагает некие действия, ну хотя бы организационные действия. То есть административный ресурс? Ну нет, просто здесь дай свободу, не надо никакого ресурса. Но когда их лишают эфиров, их незаконно, их лишают возможности провести комплементарный какой-то пикет, демонстрацию, и лидер, получается, из-под него выбивают инструментарий, который необходим любому человеку, который пытается стать лидером. Ну лидером ты не станешь сидя в Фейсбуке, точно. То есть одной харизмы недостаточно. Конечно, лидеры, ну почему там политики получают зарплату, это профессия, настоящая профессия, она предполагает какие-то действия, она предполагает правильные, не правильные и так далее. То есть ей ничего нельзя вообще ничего. Там даже когда несчастные эти выходили, когда у них день и согласие выходили на эту площадь, как она называется, Триумфальная, по-моему, на метро Маяковску, их там выходило 100 человек, а ментов было там 3 тысячи, в автобусы не проехать, не пройти, а там стоит то есть ну и что? Ну вот я о чем говорю, или там когда вот этих жертвам Манежной площади сидят по несколько лет людям, за что? А то же не вышли просто, ну и привет. Это лично Путин координат? Ну как? Ну там есть кому уже, есть кому уже. Но там с отобрения? Как вообще происходит? Вот как власть в России принимает решение? Я никогда не был властью, откуда я знаю, как она принимает решение. Ну я думаю, все равно знают, что там какой-то подчиненный знают, что вот Путин очень, но его очень не любят, Путин не любит интернет. Прям его в голову вздражат. В отличие от Медведева. Вот. Медведев теперь тоже нет. Вот это другой разгар. Или делает ведь что-либо. Вот. Но он контент в интернете не любит, я понимаю. Ну и там никогда происходят какие-то вещи. Ну там же можно вот ухитриться, запретить. Вы знаете, что белые ленточки на автомобилях запрещены, потому что они отвлекают водителей. А, например, этот, как он называется, георгиевская ленточка, она почему-то не отвлекает водителей. Спартаковский флажок не отвлекает водителей. Вот белая ленточка больше всего. То есть ленточка бред сивой кобылы. На самом деле это смешно. Я, наверное, в интернете над этим издеваюсь. Но это что? Значит, ты не можешь проехать по улице и продемонстрировать просто людям причастность к какой-то политической силе или общественной силе. Тебе это даже запрещено. Ну как может на такой среде появиться лидер? Только отморозка. Конечно. Что касается долговечности Владимира Путина, все люди смертны и Владимир Путин тоже смертен. Вы не задумывались, что после него? Вопрос пяти лет, десяти лет. Ну очень просто. Это очень просто. Что это самое ну например, когда убили царя Николая II, да? Что было в России? Пришли? Полный привет был. Ребята. Полный привет. Стрелное дело, которое длилось еще 70 лет. Вот. Ну дальше будет какая вещь. Там опять же, там например распалась там советская власть. Горбачеву в общем можно сказать почти насильно отодвинули от власти. Всплыло такое, мама дорогая. То есть это окаянные дни по-брагу? Ну окаянные, но они окаянные-то окраин, тогда нечего было терять что-ли. Вот эти конечно красные директора, там всякие партийные бонзы, что-то они так же поворовали, но теперь мы среди них не видим ни одного современного там олигарха или просто богатого человека. Ну что-то они украли там кому-то продать. Сейчас уже очень много есть что терять, поэтому это может быть очень серьезное столкновение. Я не знаю, там армии с народом, или с тем, кто выдает себя за народ. Там может, дай бог, не будет гражданской войны, но будет что-нибудь очень похожее на это дело. Это правда, потому что нету, ну, не... При том, что, кстати, сказать, когда вообще снесли советскую власть, в общем, кто журналисты и всякие интеллигентишки, которые, в общем, угрозы, физические угрозы для общества не представляли. пролетариат сделал свое дело. Это не пролетариат был. Пролетариат сидел там, ковырялся в носу. Был ряд, были пролетариат. Он, кстати, опять же, в 18-м году что делал пролетариат? Ну, сжег своих там этих. Вешал каких-нибудь директоров заводов, да? Ну, крестьяне, соответственно, сжгли помещиков. Им просто разрешили, вот свобода сказали. Вот они и сжгли там все и насиловали жжен помещиков. я в этом скажу, что пролетариат, что это самое, что крестьянство, что, кстати сказать, солдаты, которые просто там, вот, ты сам, бросали фронт и уходили, причем с оружием они уходили. Вот. Приходили в Петроград и там, опять же, грабили там, каких-то там помещиков. Вот это и весь народ. То есть, другое дело, что кто им направляет. И в этой ситуации, там, когда действительно кто сделал, ну, так развалил эту самую советскую власть, это, в общем, интеллигентные, достаточные люди. Тоже они очень разные, там, и по-разному я к ним отношусь, но, в принципе, какие-то публицисты, там, профессора, там. То есть, история циклична. Вот. Ну, к сожалению, вот во всем мире история движется поступательно, а в России все на те же грабли. Ну, это правда. Ну, что ж, на этом мы закончим сегодня наши эфиры. Без обид. Без обид. Андрей Васильев был гостем программы «Без обид». Это наш специальный летний выпуск. Спасибо, что смотрели. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин